Продолжение следует... На главном спортивном событии страны – турнире «Хардкор Боксинг». Вас ждет грандиозное шоу мирового масштаба, бескомпромиссное противостояние. Поединок с ожиданием длиною в год, в котором чемпион «Хардкор Файтинг Чемпионшип» в супертяжелом весе Тимур Витязь Слащинин столкнется с бойцом, не знающим поражений в кулачных боях – Гаджи Автоматом Наврузовым. В одном из самых ожидаемых реваншей – жесткий нокаутер, приколывающий внимание миллионов зрителей – Вячеслав Дацик сойдется с экс-чемпионом «Глории» Саула Кабалаги. Чемпион мира по версии WBC с рекордом 10-0 Лендруш Акапян против первого номера рейтинга кулачных боев «Хардкора» Кирилла Черняева. Чемпион «Хардкор Боксинг» Азрор Акпар Хаджаев отстоит чемпионский пояс против легенды кулачных боев в своей весовой категории – Искандара Зияева, а также возвращение непобежденных чемпионов «Хардкор Файтик» Самата Кыргыза Абдрахманова, Сослана Кобры Азварова и Хайбулы Хищника Мусалова. 25 декабря. ЦСКА Арена. Билеты уже в продаже. В эфире. Приветствуем вас, люди хардкора. Это «Хардкор Файтик Чемпионшип. Кулачные бои». Место, где зарождаются новые звезды кулачных боев мирового масштаба. Впереди нас ожидают 4 невероятных выпуска, в каждом из которых состоятся битвы за чемпионские пояса. В том числе битва за временный пояс в полусреднем весе между Кириллом Тольятти и Ильнаром Хантером Ишимбаевым. Защита пояса с Асланом Азбаровым. Розыгрыш временного пояса в полулегком весе между Тимуром Золотым Мусаевым и Радмиром Кирибубой Абдурахмановым. В общем, чемпионские пояса, претендентские бои, нереальные мейн-ивенты. Хардкор Файтинг Чемпионшип возвращается с серией невероятных выпусков. Не пропустите, а для этого подпишитесь на наш канал. Обязательно поставьте колокольчик и мы начинаем. Друзья, сегодня в соглавном событии вечера мы наконец увидим долгожданную развязку старой истории. А именно бой Ибрагима Никархо Исламова и Виктора Сеч-Мухина. Ну а в главном бою нас ожидает бой за временный пояс в тяжелом весе. Дебютирующий наконец-то в октагоне хардкора непобежденный боец на голых кулаках Гаджи Автомат Наврузов против топового тяжеловеса лиги Ивана Огнеборца Смирнова. Это Хардкор Файтинг Чемпионшип. Погнали! Друзья, наш неизменный генеральный партнер компания «Алимбет» продолжает развивать спорт вместе с нами и радовать вас высокими коэффициентами. Следи за всеми спортивными событиями мира, за анонсами новых супербоев хардкора и заряжай на своих фаворитов в удобном и надежном мобильном приложении. А если ты уже в семье «Алимбет», то подключайся к бонусному клубу уникальной программе лояльности. Повышай свой уровень в приложении и зарабатывай щедрые бонусы, фрибеты, деньги на счет и кэшбэк до 20%. Но и это еще не все. «Алимбет» запустил суперакцию «Максимальный драйв». Принять в ней участие максимально легко. Просто заряжайте на любые события в мобильном приложении от «Алимбет» и выигрывайте наикрутейшие призы. «Тойота Лэнд Круизер», «Тойота Камри», «Плейстейшены», «Айфоны» и многое другое. Но аккурат, под Новый год на ЦСКА-арене кому-то отъедет новый «Геллендваген». Ну что, друзья, мы переходим к представлению судейской коллегии. Боковые судьи турнира Роман Жолобов, Максим Семкин, таймкипер Валерий Вингурт, супервайзер турнира Дмитрий Антонов, главный врач турнира Андрей Сурьянинов, рефери в октагоне Александр Сидорин, Сергей Летунов и Антон Шарков. Ну и, конечно же, ни один выпуск «Хардкора» не может обойтись без наших комментаторов. Лех, а тебя чуть-чуть как-то с центрального места переместил Тимур Слащинин. Лех, если тебя держат в заложниках, просто подмигни мне сейчас. Все, я понял. Солнечный, всеми горячо любимый Алексей Сафонов, ваши аплодисменты, друзья. Леха, ну и чтобы ты не сильно расстраивался, я напомню нашему зрителю, что по ссылочке в описании можно и даже нужно подписаться на канал «Хардньюз». Очень крутой канал с крутыми новостями, друзья. Все новости спорта, бокса, ММА, кулачных боев и даже рестлинга. Без воды и лишнего все четко по фактам объясняет солнечный Алексей Сафонов. Ссылочка в описании, подписка обязательно. Ну а составят ему компанию друзья нашей лиги и бойцы, действующие чемпионы. Чемпион лиги в тяжелом весе Тимур Слащинин. И профессиональный боксер, и ведущий хардкор боксинга Владимир Мышев. Рады вас видеть, друзья. Аплодисменты. Ну что, не будем томить наших зрителей и переходим к первому бою. И в октагон приглашается мастер спорта и двукратный чемпион Камеруна по боксу. За плечами которого 250 боев. Пришел на хардкор, чтобы привести чемпионский пояс на африканский континент. В своем крайнем бою на барже ярко нокаутировал соперника. И сегодня он собирается повторить свой успех. Встречаем в октагоне. Встречаем в октагоне. Встречаем в октагоне. В октагон приглашается его оппонент, кандидат мастера спорта по боксу, экс-участник гран-при третьего сезона хардкора, закативший одну из самых кровавых заруб на летнем стадионном турнире. Несмотря на свое прозвище, он надеется лишь на две вещи – силу духа и собственные кулаки. Встречаем Тимур Фартовый Абдурахманов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рефери в октагоне Александр Сидорин Дарни, правила знаем, не нарушаем. Слушайте внимательно мои команды. После команды стоп не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый и честный бой. Пожали руки. Угла. Ну что ж, а мы начинаем потихонечку сегодняшний вечер боев в прямом эфире Алимбет. Тимур Владимир, очень рад вас кого-то приветствовать, кого-то снова видеть на комментаторской позиции. Взаимно, взаимно, Алексей. Ну и тут же поединок очень ярких представителей легкого дивизиона до 70 килограммов. Геря очень харизматичный боец, который ярко ворвался в лигу. Но я думаю, что сейчас эти ребята покажут действительно классное зрелище. Хочется отметить, что он еще и физически очень-очень мощный, тем более для такой весовой категории. Это впечатляет. Слушай, ну Тимур тоже достаточно хорошо атлетично сложен, поэтому... Сразу начинает работать первым номером, поджимать. Поэтому 1-1. Ну, кстати, у обоих еще и рекорд абсолютно идентичный. 1-1 у одного и у второго. Поэтому сейчас кто-то должен склонить чашу весов в свою сторону в плане рекорда. Да, но сейчас, кстати, удар на выходе из клинча уже после команды стоп. Но, тем не менее, по-моему, прочувствовал его Тимур. Да, очень даже и показал всем своим видом, что он прочувствовал. Но, тем не менее, сейчас продолжает в прежнем темпе. Хорошо, хорошо. С левой руки попадает Тимур. Да, так на отходе неплохо пробил очень. Так. Александру Сидорину приходится... Какие-то непонятки. Геря поплыл. Да, да, да. И не хочет, не хочет отпускать. Хочет взять больше времени. Хорошие тактические уловки от Геря. Сейчас будет добивать. Есть ощущение, что он научился у Флойда Мойвезера этому. Флойд любил так делать. Нельзя так размашься лететь Тимуру. Геря также технически хорошо оснащен. И вот, вспоминая его прошлый поединок, он два раунда в целом на Тонникова отдавал. Но в третьем такой очень хороший камбэк совершил. Поэтому он опасен будет на протяжении всего противостояния, конечно, если оно будет затягиваться. Но посмотрим. Пока что Тимур неплохо попадает по ходу боя. Последние 10 секунд первого раунда. Мне кажется, что вот такие атаки Тимура Геря видит прямо издалека, заранее. Очень заряжается на вот этой левой, на скачке. Да. Сейчас дальние руки неплохо. Попадает Тимур, да. Возможно, видит. Но, тем не менее, Тимур, помимо этого, левого, еще и на выходе левый пробивает. И вот его уже не видит. Ну что, наверное, за счет давления, за счет такой большей активности Тимур забирает первый отрезок. Я тоже так думаю, что Тимур забирает. Но Геря такой хороший-хороший парень, на самом деле. Первый бой, который я увижу. Поэтому я пришел внимание. Да, стартовал в лиге он с поражением, но потом очень ярко вернулся. Ну и очень интересно посмотреть, как будет дальше сейчас развиваться поединок по ходу дистанции. Потому что выносливость в этом весе должна быть на высоте, мне кажется, у обоих. И вот у кого она будет чуть лучше, возможно, тот и сможет забирать поединок. Потому что, мне кажется, все-таки и по физике, и по технике плюс-минус равны они. Согласен с тобой, Алексей. И тогда выходит функционал и характер уже на первый план. Функционал, характер, да. И все равно, ну, мысль все равно так важна, кто кого больше чуть перехитрит. Поехали, раунд номер два. Не знаю, это у меня такое ощущение, или, может быть, не только мне кажется, что Герри как будто бы недовосстановился еще. Несмотря на то, что летит сейчас вперед. Да, первым номером начал Герри, молодец. Забирает анициативу. О, сейчас хорошо повело. Ой-ой-ой, Тимур. Ой-ой, что за рубка. Так, нужно немножечко выдохнуть сейчас Герри, потому что пару увеситых панчей он точно пропустил. Но сейчас все равно подходит вперед. Мне кажется, не сковал. Ой-ой-ой. Очень интересный эпизод. И продолжает, продолжает Герри. И теперь уже клинчует Тимур сейчас. И снова Александру Сидоровну приходится вмешиваться в этот поединок. Мне кажется, сейчас очень тяжело Герри попал. И Тимуру сейчас тяжко. Не достает сейчас дистанции. Ручки повыше надо не пропускать. Да-да-да, вот это заруба. Такой обоюдный нокдаун у нас фактически был, но без отсчета. И быстрее восстановился Герри от пропущенного удара. Ой-ой-ой. Хорошо проваливает сейчас Герри. И пошел вперед, зажимает у канатов очень мощно. Пришел дорабатывать. Ощущение, что... Огрызается Тимур при этом. Я, Тимур! О, еще пропускает. Отличное попадание с левой. Мне кажется, что Тимур либо сейчас много пропустил, либо проседает по функционалу. Проседает, да. Вот одно из двух. Задышал. Мне кажется, тут вообще оба фактора. Одно следствие другого, да? Да-да-да. Пропущенных довольно много у Тимура во втором раунде. Бой по корпусу еще раз. Хорошо Герри работает. По корпусу хорошо Герри работает. Тимур уклоняется. И вовремя в клич заходит Герри, чтобы подвязать немного оппонента. Но очень классный бой. Качельный по-настоящему поединок. И концовку второго раунда. И хорошо вот видно по Тимуру, что он проседает. Ой-ой-ой-ой. Идет, ведет, ведет Герри. Не отсчитывает нокдаун Александра Сидорина. Видно рассечение над левым глазом еще у Герри. Кому вот этот раунд отдавать? Ну, как будто бы вот эта концовка лично меня чуть смутила в сторону Тимура. Хотя до этого момента бой был такой равный. Мне все-таки кажется, что Герри. Мне кажется, что Герри второй раунд забирал. Ну, под конец, конечно. Да, но по концовке я не думаю, что ему... Если бы отсчитали нокдаун, безусловно, да. Дали бы раунд Тимуру. Но в целом Герри был активнее. Несколько взрывов у канатов было за Камбинским маханом. Да, но вот такие вот он делал взрывы, а потом пропускал в ответ. И пропускал очень увесистые удары от Тимура. То есть вот, например, сейчас. То есть он вроде бы 5-6 ударов даже попадает, а потом один пропускает такой, что его болтает. И я бы вот за эти, честно говоря, попадания, будь я судья, больше бы все-таки отдавал предпочтение. Но посмотрим. Тем интереснее третий раунд. И вот сейчас точно функционал уже выходит на передний план. Герри во втором раунде неплохо работал по корпусу, как раз-таки стараясь сработаться на выносливости соперника. Посмотрим, подействовало это или нет. Довольно низко наклоняют голову еще оба бойца. Можно по затылку таким образом наполучать. Кажется, за это они не сильно беспокоятся. Вообще за пропущенную раунд. Герри сжимает на руки, что-то он низко держит. На выходе он пропускает почти каждый раз. Да, каждый раз, каждый раз. Он слишком включается в свою атаку и забывает о том, что и себя нужно защищать. Ну а сейчас не спешит к центру ринга возвращаться Тимур. И тут же этим пользуется Герри, захватывая инициативу и забирает центр. Да, мне кажется, по функционалу он подсел все-таки, Тимур. Видно, что он стремится вперед. При этом попадает встречные удары или удары в ответ. Тимур раз за разом. Да, мне кажется, Герри нужно быть просто чуточку академичнее, потому что он ведет вроде как по функционалу, но за счет того, что низко держит руки, все-таки постоянно пропускает. О, сейчас неплохая атака. У канатов снова зажимает Герри. Не исключаю, что чисто визуально это может склонять чашу весов в его пользу. Хотя, конечно, атаки Тимуру очень опасны постоянно. Хорошо очень работает Тимур. Да, Герри нужно немножко подергнуть. Ух ты, Тайсон. О, и неплохо. По корпусу хорошо. Нужно активизироваться Тимуру сейчас, чтобы забрать вот вторую половину этого раунда. Но пока Герри забирает отрезок. Да, еще по корпусу хорошо проходит. Знаешь, я не исключаю, что здесь вот до одного нокдауна победитель. Серьезно. Есть ощущение, что каждый может отправить каждого в нокдаун. Правда, есть предпосылки к этому, но если кто-то действительно оформит его за последние 10 секунд этого поединка, то, возможно, явно и победит. Но концовка в клинче проходит. Знаешь, в общем, во-первых, классный очень поединок, классное начало вечера. Два первых раунда у нас получились очень равные. Можно было увидеть преимущество одного и второго. Но третий уверенно забрал Герри, как мне кажется. Соглашусь. И я думаю, что вот именно это и будет ключевым фактором при принятии решения. Опять же, с нашего ракурса, судим, понятное дело, виднее, но кажется, что при двух равных раундах третий четко забирает один. В таком случае победа может отойти ему. У меня есть ощущение стойкое, что вот два первых раунда могли отдать все-таки Тимуру. Да, может быть, разногласное решение. Да, возможно. Объясню, почему. В первом раунде был прям такой активный клинч от Герри, который всем своим видом показал, что он не хочет продолжать этот момент боя. Плюс было попадание после сигнала стопа. Такие вещи тоже оказывают влияние на принятие судейского решения. А во втором раунде, мне кажется, все-таки, хоть и не было иногда у нас считанный, но пару раз вело его. Возможно, второй раунд решающий. Вот первый наверняка Тимуру отдали, третий наверняка. Решением судей победу одерживает боец из синего угла Герри Камерунский Мохаммед. Что ты у меня спрашиваешь? Судьи, раздельное решение. Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, 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 спокойно. Собирайте эту историю. Дайте по рукам, я вас прошу. Дайте по рукам, пожалуйста. Пожалуйста. А не надо это делать. Просто надо себя достойно, смотри. Я ж тебе ничего не сказал. Надо достойно. Я не согласен, я забрал. Я забрал. Ты имеешь право это обжаловать. Ты имеешь право это обжаловать. Официально вместе со своей командой. Давай мы не будем сейчас превращать спорт в свалку. Твои секунданты, старшие товарищи, говорят тебе абсолютно правильные вещи. Послушай их, пожалуйста. Ну что, Герри, с очередной победой тебя на хардкоре твой оппонент с решением судей не согласен. Согласен ли ты с тем, что забрал этот бой, ну реально на тонкого? Что можно сказать? Вы все посмотрели, как бой прошел. Он хороший боец, он постарался, он делал все, что он смог делать. Я тоже. Но судья решил, что я выиграл бой. Всегда прав, брат. Не надо обидеться. Все хорошо. Все, тленер. Толя, я слышал, что он мастер спорта, не кандидат мастер спорта по боксу. Если он не согласен, дайте нам мастер реванш по боксу. 30 декабря, где Лендуш будет раться. Я же с ним реванш по боксу, если он согласен. Главное, если бокс, чтобы меня гонорал. Это мое желание. Сначала я хочу поблагодарить моего тренера, Вячеслава Лушага, который меня учил бокс с самого начала. Ставрополь Аграни боксинг-клуб. Вам здорово. Это я в Осетии. Салам. Много людей мне напишут, что они меня любят. Скоро я буду там в Осетии. Мы увидимся. И тоже мои фанаты там в Армении, в Дагестане. Скоро мы увидимся. Вот это мой друг. Вадим Щехов, который мне подарил. От души тебе, брат. Большое спасибо тебе. На тебе идет. Твоему яркому образу она идет. Спасибо, Тули. Я думаю, сейчас наша аудитория даст огней в комментах и в реакциях. Но в целом по поводу твоего образа, но мне кажется, это выглядит максимально круто, ярко. А твои спортивные успехи на хардкоре, но послушай, не оставляют никаких сомнений в том, что в кулачных боях тебя ждет большое будущее. Брат, вот сразу видно от души сказал. Поздравляем тебя с победой еще раз. У нас новая традиция. Я вручаю подарки от спонсоров. А я смотрю, ты прям расстроился, да? Кофе для тонуса. Обязательно ставим в Олимбете. Только не пьем энергетик горилла. Договорились? И увидимся дальше на хардкоре. Конечно, прошу на центр октагона. Ты не согласен с решением. Я как зритель могу тебе сказать со стороны, что бой был абсолютно равный. Если бы я отдавал решение, а не судейской коллеге, я бы дал как минимум ничью. Но опять же это на мой взгляд. Ты не доволен решением. Почему? Аргументированно, спокойно. Объясни, пожалуйста. Саламу алейкум. Всем приветствую всех. Во-первых, хочу как бы поблагодарить своего спонсора, бизнес-центр Форте, Насурлаху, Леха, Александр, Бро. Всем, Арам, вам всем спасибо, что меня поддерживаете. Мои братья, Расим, Мурат, Эльмар заболел, Резван от души, брат, Ростов-Фатер. Всем спасибо, Хайбулат, души тебе за советы, брат. Так, теперь я хочу по поводу этого боя сказать. Я хочу вот подать апелляцию, я имею правильно? Конечно, безусловно. Вот смотрите, я считаю, что первый, второй я забрал. Третий, может, во втором даже его нокдаун отправил. Я не знаю, посчитали или нет. Первый, второй я забрал. Третий, может быть, даже не мог, просто может забрал. А там просто отдали, да, это сейчас решится, подадим. А так, спасибо, что дали бой, я в любое время готов, я всегда покажу рубки, я не убегаю от боев. Главное, чтобы... Здесь не поспоришь. Но, парни, я прошу вас понимать, что мы ведущие этого шоу. Да, мы руководим лигой в части боев матчмейкинга, но мы не принимаем решения. Их принимают компетентные судьи из Федерации бокса, за плечами каждого из которых, я не знаю, наверное, тысячи боев, если не больше. Подать апелляции вы можете, насколько я знаю, в течение трех дней. И это, безусловно, право вашей команды. Но то, как ты рубишься, то, какие бои ты показываешь на хардкоре, но этого у тебя не отнять, и это твое наследие. И я считаю, главное наследие. Ты настоящий кулачный рубак, это правда. Если я пришел, реально, если я пришел драться, да, я сколько на улице друсь постоянно, там кому-то деньги платить. Вы это не поддерживаете. Драться надо в ринге и получать за это деньги. Поэтому я пришел сюда заработать денег. Мне нужны деньги, я хочу деньги заработать. И мне нравится это. Это нормальная история. А если нравится... А так я всех благодарю, кто меня поддерживает. Ростов, Азов, Советская, всем от души, пацанам, Никита, от души рад. Это было ярко. Спасибо, Анатолий Ильич. Вам спасибо, ребят. Вам спасибо. Все будет хорошо. Хороший бой был. Успехов. Спасибо за мудрость вашей команде. Спасибо, ребят. Успехов. Ну что, друзья, я считаю, мы начали этот выпуск как минимум с крутого, яркого боя. И двигаемся дальше. Но перед этим хочу поделиться с вами, наверное, правильно сказать одной новостью. Друзья, для меня, как для человека бизнеса, важно следить за рынком и настроением людей. И в последнее время все чаще и чаще всплывает вопрос, где брать деньги на достойную жизнь, если в мире кризис. В текущих реалиях этот вопрос горит у многих из нас. Расходы по всем статьям растут. Доходы падают или остаются на том же уровне. Многие люди попали в ситуацию, когда просто для поддержания уровня жизни нужно работать вдвое больше. Дальше, честно, господа маркетологи, не хочу читать по карточкам. Вот просто скажу от себя. Я хочу запустить крутой курс по инвестициям. Я лично буду вкладывать свои собственные средства и деньги, делиться этим в своих социальных сетях согласно всем рекомендациям и наставлениям профессиональных спикеров этого курса. И я действительно хочу создать первый классный продукт, который каждому из вас будет крутым подспорьем. В счастье, пассивного дохода, постоянного дохода и просто поможет понять, как правильно распоряжаться своими деньгами. Поэтому следите за анонсами, подписывайтесь на мои соцсети. Мы заведем для этого обязательно отдельный телеграм-канал. И я обещаю, очень скоро выкутим крутой продукт. Друзья, ну а прежде чем перейти к следующему поединку, хочу напомнить, чтобы поддерживать отличную физическую форму, научиться постоять за себя и развивать свои бойцовские навыки, всегда помогут наши друзья и партнеры, сеть фитнес-клубов «Прайд». Квалифицированные тренеры в лице действующих чемпионов России и мира помогут тебе достигнуть своих целей. А комфортная спа-зона и современный тренажерный комплекс не оставят никого равнодушным. «Прайд» имеет все, чтобы сделать вас лучше. «Прайд», будь с нами, будь первым. Ну а чтобы ваши тренировки проходили на пределах возможностей, мы напоминаем, что наш официальный партнер мероприятия «Горилла Энерджи» – функциональный энергетический напиток с мощным стимулирующим эффектом для активных и амбициозных людей. «Горилла Энерджи» – сила для твоего главного боя. Ну что, друзья, в октагон приглашается Ярослав Ярый Жигулин. 30 лет, Самара. Дай я тебя остановлю, Эд. Вот это я ошибку допустим. И давайте мы сейчас красиво объявим, что это четверть финала гран-при супертяжеловесов. Второго гран-при в истории. Победителем первого стал Тимур Слащинин. И сколько боев нам подарили эти гран-при. И да, в октагон приглашается Ярослав Ярый Жигулин. 30 лет, Самара. Призер Кубка России по кикбоксингу. Призер Кубка мира в разделе К1. Призер областных и региональных соревнований по тайскому боксу, рукопашному бою ММА. В своем дебютном бою на голых кулаках показал себя как боец с оправданными амбициями на звание чемпиона. Единственное, чего боится Ярый, это что угол соперника не успеет вовремя выбросить белое полотенце. Ведь останавливаться он не собирается. Встречаем в октагоне хардкора. Встречаем в октагоне. В октагон приглашается его оппонент Сергей Плохиш Лапшин. 40 лет, Москва. Мастер спорта по боксу. Чемпион Ростовской области и Южного федерального округа. Победитель турниров класса А и Б по боксу. Сегодня пришел, чтобы показать брутальную рубку тяжеловесов. И рассчитывает, что его соперник имеет те же планы. Встречаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Слушай, Тимур, а сколько вообще комфортно Ярослав чувствует себя при работе вторым номером? Умеет, практикует? На самом деле он в основном работает вторым номером, то есть когда я с ним в парах работаю, я, как правило, занимаю всегда... Ой-ой-ой-ой, хорошо! Хорошо, хорошо. Натал, шот и справа пробил Ярик. Очень хорошее попадание, Ярослава. Жесткое рассечение над левым глазом у Сергея. Безусловно, оно будет сейчас мешать обзору. Да, главное сейчас не бежать вперед и не пропустить. Как раз таки с этой стороны-то и угрожает в основном Ярослав, пробивая справа. И сейчас там обзор не самый лучший у Сергея. Но, кстати, у Ярослава тем временем нос потек еще. Встречные курсы. Какая заруба в этом весе мы смотрим. Встречное попадание от Сергея. Сейчас грамотно Ярослав поджимает канатом, потому что, безусловно, прочувствовал он попадание. Так, небольшое затишье. И концовка второго раунда. Пошел вперед Сергей. Встречное попадание от Сергея. Как выдерживает вообще этот удар Сергея. Закончился этот сумасшедший раунд. Просто безумие. Хорошую рубку показывает. Чувствую, стамина тут совсем на исходе. Вау. Зато просто, знаешь, стамина вниз, характер наверх. Вот так просто меняются сейчас столбики. Все четко. Блядь, вот сейчас... Да, так... Нечего сказать, да? Абсолютно. Даже такой затишки после такого раунда. Посмотрим, что будет в следующем. Действительно, насколько хватит ребят, потому что как будто бы уже всех себя не отдали. Да. Просто прекрасное попадание справа, вот сейчас на повторах от Ярослава. Очень хорошо не выключился из эпизода и подловил оппонента на опущенной левой руке как раз-таки. И вот сейчас тоже в конце раунда. Сергей пытался взять реванш за тот микроэпизод, вернее, даже макроэпизод, потому что был-то нокдаун. Но Ярослав очень четко завязал его у канатов и не дал развить эту атаку. Так, очередные похвалы, во-первых, катманам, потому что им сейчас пришлось попотеть в обоих углах. Возобновляется бой, третий раунд. В прошлом бою много работы было у Александра Сидорина, в этом бою у катмана. Да, Сергей выглядит посвежее, все видит. Видно, что Ярослав окистился. Ну, мы так думали и во втором раунде, надо сказать. Ну, да, 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 но в итоге... Ярослав нас удивил, поэтому посмотрим, что сейчас будет. Главное, ручки заряжать повыше. Мне кажется, Ярослав может вот так вот поотступать, понакапливать силой. Да. Потому что стал резкий взрыв и все меняется. Не встал он еще, подави его! Вытяни его! Постоянно опасные удары проносятся. Встречное попадание от Сергея. Сергей так хорошо попал. Не видит Ярослав. Ой, 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 ой. Затанцевал чуть-чуть Сергей сейчас. На самом деле, обоюдные попадания были у одного и у второго. Извно, что он сейчас слева, Ярослав. Красиво. Сейчас... О, все! Просто невероятный! Посильный удар. И здесь просто, мне кажется, можно не отсчитывать уже. Вау. Встает. Пытается, пытается вставать Сергей. Он, чтобы после такого встал и продолжил. Неужели действительно... Пытается. С одного зала? Нет. Вот. Но, во-первых, Ярослава с победой и с выходом в полуфинал. Да, не вопрос. Но Сергея, во-первых, огромный респект за этот бой, за этот побой. Что не сдавался и шел вперед. И, конечно же, здоровья, потому что очень много сил потратили оба, очень много урона оба приняли на себя и действительно здесь все решали, вот просто какие-то микроэпизоды, когда кто-то все-таки попал своей мощнейшей плюхой. Дважды подряд этим человеком оказался Ярослав и в итоге выиграл нокаутом. Чуть более удачливым, да, даже я сказал бы, наверное, Ярослав оказался сегодня. Ох, посмотрел бы я реванш этих парней с удовольствием. Да, хороший бой, хороший парень, на самом деле. Хотя Сергею 40 лет, но достаточно неплохо себя показывает для такого возраста. Была бы его воля, он будет дальше продолжить этот поединок. Видно, что он негодовал, конечно, что рефери остановил бой. Но, во-первых, я удивлен, что он вообще поднялся на счет 10. Да, тяжелый был. Казалось бы, он сложился, прям все, без вариантов. Ну что ж, ждем интервью после боя, очень яркого боя. Еще раз спасибо. Одна минута, четыре секунды третьего раунда. И победу нокаутом одерживает боец из синего угла Ярослав Ярый Жигулин. Это вау! Это что вы здесь устроили, парни? Это что-то просто нереальное. Однозначно, я думаю, уже заочно. Это бонус за бой вечера вам отлетает. Спасибо. По-любому на конфе конверта от Алимбета к вам подъедут. Это было что-то невероятное. Что за нокаут ты оформил? Ну, а это какой-то просто, просто гран-при супертяжей мечты. Красавцы, парни, микрофон ваш. Иди сюда ко мне поближе, Ярик. Поздравляю тебя с победой. Да, ты мне лично пообещал, что я увижу тебя в совершенно другой форме. Ты сдержал свое обещание, показал крутой, яркий поединок. И безусловно. Давай, делись эмоциями. Все отлично. Спасибо огромное за эту возможность. Я, кстати, болел три недели до боя. Поэтому к одной второй вы увидите меня в лучшей форме. Что хочу сказать? Хочу спасибо огромное сказать ребятам из L Digital, которые поддержали, помогли финансово. Александру Кирякову, Владимиру, своему клубу, Ивка Британу, его к родителю Руслану, за то, что подменял меня на тренировках, ввел за меня группу, пока я готовился. Самое главное спасибо хочу сказать вот этому замечательному человеку, готовству Роману. Это его работа. Также огромное спасибо Тимуру Слащинину, Антохе Куличкову, он сегодня будет тоже драться, Сергею Приходько. И также руководителям клуба «Ультиматум» Александру Татьяне Кулупаевой за то, что представляет нам такое место для тренировок и роста. Да и вам, Анатолий, тоже огромное спасибо за возможность. Ты же с Тимуром Слащининым тренируешься и спаррингуешь вместе. Да, я же говорил. Давай честно, вот сейчас прямой эфир, мы же ничего не вырежем. Сажал Тимура? Нет. До него хрен достанешь. А мог бы сейчас чуть-чуть сенсации здесь зажечь. Хорошо, поздравляем тебя с победой. Ты в четверке сильнейших. Второго в истории. Первый полуфиналит. Второго в истории Гран-при. Хардкор файтинг чемпионшип. Помните, я вам обещал про нокаут и про лучшую форму? Он навез первый пояс в Самару. Я вам обещаю, что я сделаю все, чтобы второй уехал к нам же. Это будет традицией. Парни. Я постараюсь. Вот как не на кулачных боях, к слову, будет такой фразеологизм устоявшийся. Все в ваших руках. Да, да, да. Давай на центр октагона к нам. Сергей, мы сейчас стояли с тобой у канатов, и ты мне говорил, что не согласен с судейским решением, что не надо было останавливать. Но я поговорил и с Лехой Сафоновым, и с Тимуром Слащининым. Я не знаю, как скажет твой угол, но мне кажется, остановка была своевременной. Такие рубаки нам в тяжелом дивизионе всегда нужны. Это твой не последний бой, но здоровье прежде всего. Добрый вечер всем. Ну, я не то, что не согласен, просто говорю, что мог продолжать в принципе. Ну, так решили остановить, но чувствую себя прекрасно и дальше почти дрался и дрался и дрался. Так что пару плюх пропустил, ну, всякое бывает. Ну, так что не мутит, не крутит. Дальше спокойно бы продолжал. Ну, согласись, что вы все-таки супер тяжи. У вас серьезный урон. Тебе раскрыли серьезнейшую сечку. В первую очередь из-за нее нужно было останавливать бой. И еще один правый, левый, что угодно. И тебе раскрыли бы глаз. Давайте беречь себя, парни. Амбиции припасем для следующих боев. Договорились? Хорошо. Спасибо тебе огромное за бой. Бонус вечера касается вас обоих. Подарки от наших спонсоров. И едем дальше. Ну что, друзья, перед тем, как перейти к следующему бою, я хочу пригласить в октагон хардкора участников мейн-эвента следующего карда, который выйдет на нашем канале буквально через неделю. И первым в этот октагон поднимется наш действующий чемпион весовой категории до 93 килограммов Саслан Кобра Асбаров. Ваши аплодисменты, друзья. Пояс, как всегда, наполирован ровно как и кулаки Саслана. Саслан, твой оппонент идет на серии из трех побед. Он получил обязательно защиту титула. В следующих кардах, правда, будет еще один бой в этой весовой. Я уверен, там от победителей прозвучат не менее громкие вызовы. Но сейчас давайте пригласим в октагон оппонента Саслана. Его оппонент Игорь Гарри Барабанов. Поднимайся, Игорек, к нам. Как уже сказал Толя, человек идет на серии из трех побед. И в очень крутом костюме он у нас сегодня. Это костюм волка или костюм кенгуру? Себя как дома. Это во-первых. Во-вторых, всего, чего мне не хватает, это пояс с хардкором. Поэтому я готов разделить этагон с Сасланом. Два по пять, без проблем. Пять по два. Пять по два. Пять по два. Я выучу обязательно. Да, выучу уже. Наконец, что у нас все-таки регламент по две минуты. У меня вопрос к Саслану. Саслан, скажи, пожалуйста, не застоялся ли ты в боксе? Потому что последний раз на голых кулаках ты дрался чуть ли не месяцев девять назад. Правильно я понимаю? Я приветствую всех. Рад, что ты принял этот бой, в первую очередь. Так как долго не могли найти оппонента. И хотелось как-то уже провести бой по кулакам. Так что был долгий застой. Сейчас, что говорит, поезд останется у меня. И в ринге все посмотрим. Ринг покажет. Я его заработаю потом, кровью и трудом. Да нет, мы не будем публику держать за пацанов. Мы покажем красивый, яркий, кровавый бой. Поэтому в нашем бою я буду факиром, чтобы нейтрализовать все атаки кобры. Громко сказано, парни, давайте на стардаун. И не таких видали, да? Два кулачника и боксера. И у одного и у второго лучше сломать. Красавцы, парни. Ну что, друзья, ждем этого мейн-эвента. По сути, обязательный претендент против несокрушимого действующего чемпиона. Я уверен, это будет крутой бой. Спасибо вам. А мы переходим к соу-мейн-эвенту этого вечера. В бою это поможет, Саслан? Саслан, сделаешь что-нибудь тоже? А что вы, говорит, не предупредили? Он перформанс бы тоже подготовил. Согласен. Друзья, у всех наших бойцов есть свои преимущества и отличительные характеристики. Например, Хайбула Мусалов любит аккуратный стиль ведения боя с получением минимального урона. Леэндрю Шакопян всегда настроен на досрочное завершение поединка. Саслан Асбаров – спокойный профессионал, привыкший доказывать все делом, а не словом. А у каждого из вас есть возможность получить максимальную выгоду и все преимущества сразу благодаря карте Тинькофф Блэк. Оформив карту, вы получите до 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров. Их список постоянно обновляется. Доход до 6% годовых на остаток по карте ежемесячно. Кэшбэк приходит настоящими рублями, а не бонусами. Топливо на заправке можно оплачивать в приложении и получать за это кэшбэк 2%. Штрафы и парковки тоже можно оплачивать прямо в приложении. Помимо этого с Тинькофф Блэк вы можете делать мгновенные переводы без комиссии по номеру телефона в Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. В приложении вы сразу увидите сколько денег придет получателю в национальной валюте без скрытых комиссий. Получатель сможет воспользоваться деньгами сразу без похода в банк. Переходи по ссылке в описании, оформляй дебетовую карту Тинькофф Блэк и жди представителя банка. Он привезет тебе карту куда удобно и ты сможешь пользоваться всеми ее преимуществами. Ну и конечно же люди хардкора не забывайте, что Тинькофф Блэк поддерживает развитие нашего спорта уже третий год. И мне кажется это один из главных аргументов, по причине которого стоит сделать выбор именно в пользу Тинькофф Блэк. Друзья, также официальный партнер хардкор файтинг чемпионшип Лебо Кофе. Уже 25 лет Лебо производит и обжаривает один из лучших кофе в России, заряжая нас и спортсменов энергией и мотивацией. Лебо это первый молотый кофе для турки, натуральная арабика с плантацией по всему миру и семейный подход к каждому клиенту. Лебо имеет большой выбор ярких позиций, каждый найдет то что ему по вкусу. Переходи по ссылке в описании, введи промокод Лебо Хардкор и получи дополнительную скидку в 30% на весь ассортимент кофе Лебо. Пейте кофе и помните в бодром теле бодрый дух. Ну а мы переходим к со-мейн-эвенту этого вечера. И в октагон приглашается Ибрагим Некарха Исламов, 23 года село Серноводское, Чеченская республика. Мастер спорта по боевому самбо, кандидат мастера спорта по тайскому боксу. В своем дебютном бою на голых кулаках подарил публике кровавое зрелище, не оставив опытному сопернику шансов. А сегодня собирается наносить удары не только по лицу соперника, но и по его самооценке. Встречаем! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Входит в октагон, чтобы закрыть все накопившиеся вопросы. И уверен, когда прозвучит гонг, амбиции его соперника помножатся на ноль. Встречаем! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Префери в октагоне Сергей Летунов! Жарко! Жарко! Соглавное событие вечера! Очень принципиальное противостояние! Сразу же пошли бойцы в размен! Просто моментальные удары с обеих сторон! Заряженные парни! Поплыл! Ибрагим! Ибрагим! Пропускаем! Ой-ой-ой! Какое попадание сразу же! Поплыл! Ибрагим! Потому что сейчас еще и снизу хорошо попал Виктор! И ввязался сразу в клинч Ибрагим и повалил он! Сейчас Виктору нужно не сбавлять обороты, если он хочет развить преимущество, потому что... Пока еще так не восстановился Ибрагим, видно, что его пошатывает! И поджимается канатом сейчас Ибрагима! Дебютировал он очень ярко на хаткоре на голых кулаках! И вновь попадание от Виктора сейчас в правой руке и продолжает шатать Ибрагима! В атаке Виктора! Он зашел, обошел как раз таки угол! У меня такое чувство, что он уже не восстановится! Ходит, не может прийти в себя! Отлично работает передней рукой сейчас в область корпуса! Хороший и обученный боксер именно, мне кажется, Витя! Я, честно говоря, не ознакомился с его карточкой и до этого его не видел, но мне очень нравится, как он работает! Ну вот единственный момент сейчас я заметил у Виктора, он не резал углы, когда Ибрагим обходил по периметру ринга и выпустил его из-за этого из-под давления Виктор! И вот сейчас, мне кажется, это тоже может сыграть такую проблему для Сечи! Да, есть ощущение просто, что он подал себе эмоции в моменте и возможно это ему помешало как раз более так сообразительно сработать! Пошел вперед Ибрагим, по корпусу работает, отвечает Виктор! Да, Ибрагим как будто бы все-таки подвосстановился и сейчас у него неплохо получается! Но все равно уже нет, мне кажется, такой бешеной уверенности у Ибрагима! Как будто... Да, пропускает Витя! Слева под глазом есть повреждения Витера! И уже заканчивается первый раунд, очень быстро он пролетел, очень бодрое начало поединка! Попадает, как сейчас, в атаку под стол Исламов! Яркая концовка! Так, ну что ж, начало было прям без вопросов за Витей, но потом все-таки отпустило, мне кажется, соперник! Да! Он мог восстановиться, выйти из-под этого давления и в конце Ибрагим уже неплохими сериями взрывался! Да, уже более уверенно себя чувствовал в конце Ибрагим, были хорошие попадания, сложно подсчитывать этот поединок! Вот даже здесь, вот смотри, вот если наблюдать за повторами, Ибрагим, когда начал смещаться, вот не резал углы Витя и давал выходить Исламову, да, и потом перехватывать инициативу! Потому что таким образом спиной и канатом оказывался уже сам Витя, и было ему проблематично! Да, концовку он явно отдал! Посмотрим, куда посчитается, судим! Яркое начало! Да у нас вообще сегодня бои как на подборах! Все на загляденье реально! Причем в каждом вообще весе! Легкий, тяжелый, средний, полусредний, здесь чего так уже не наблюдали! Готов? Готов? Готов! Второй раунд! В челноке его начинает Витя так, по боксерской школе! И уже поддавливает Ибрагим! Уже первый номер Ибрагим! Мне кажется, вот против Ибрагима ни в коем случае нельзя отдавать инициативу! Да, он ловит кураж и начинает очень уверенно действовать и чувствовать себя! Оооо! Хорошее попадание от Вити! Витя нужно давить, потому что... Сейчас... Рапустил вперед Ибрагиму попадает! Ну что это? Ну зачем? Ну зачем? Ну зачем? Ну зачем? Правда не понимаю! Ну в пылу борьбы, да, все можно представить, но не настолько! Не, ну это совершенно никуда не годится! Поговорились? Да, неспортивное поведение! Я вижу, что в углу успокаивают Ибрагима! Если не снимут минбал, я буду удивлен на самом деле! Не сняли бал! Странно! Но при этом и нокдал не отсчитали у Вити, поэтому... Рассечение уже и под другим глазом у Вити! Встречное попадание от Виктора сейчас! Но тем временем Ибрагим доносит и свои удары! Все, двигайся на ночь! Больше на ночь! Подсказывают Мухину, чтобы больше двигался на ногах! Видим, что и Витя тоже подзадышал и тяжелее! Тяжело обоим уже, тяжело обоим! Третий раунд будет на характер! Ручки уже опустились! Встречает сейчас передней рукой Ибрагим соперника! И промахивается Виктор, причем очень много сил в этот удар он вложил! И вновь с этой правой руки он промахивается! И столько энергии тратит на нее! Он не может подобрать дистанцию! Он начинает атаку издали и при этом совсем не подразумевает, что соперник отойдет на дистанцию! Слишком много закрывается, зажимается! Да! Нельзя принимать столько ударов на блок в кулачке! Попадание от Ибрагима вновь с правой руки! Последние 10 секунд второго раунда! Очень много урона Витя на себя принял в этом отрезке! Раунд закончен! Ну и за Ибрагимом он однозначно! Да! Виктор отдает инициативу! И очень интересно как будет выглядеть третий раунд! Мне кажется по характеру этого боя Витя будет очень тяжело эту саму инициативу вернуть обратно! Ну вот этот момент показывает конечно! Не очень смотрится это со стороны! Мягко говоря не очень! Буду откровен! Меня он прям подбесил этот момент! Потому что ну я считаю что... Очень странно что не сняли очко! Да! Да! Просто за такие то вещи можно не только что очко снять, а дисквалифицировать в принципе и могут! Так вот по характеру поединка мне кажется что Вите очень тяжело будет вернуть эту инициативу! Потому что она у него была явная в начале! И он в тот момент ее отдал! И для Ибрагима это был такой знаешь прям яркий месседж! Все! Можно перехватывать! Можно переламывать! И поэтому уже в свою очередь Исламов не будет отдавать скорее работу первым номером! Будет идти вперед! Потому что он уже мне кажется понял что самое страшное он пережил! Ну по крайней мере он может так думать скорее всего! Да! На эмоциональном подъеме он находится однозначно! Ну хотя сейчас попадает Витя страшно с передней руки! Контратака Ибрагима! Вновь в членоке работает Виктор! Руки Витя! Не забывай! Пошел вновь назад Виктор! Вновь отклоняется с этим блоком! И заряжается! Сейчас попадает! Попадает с правой руки! На выходе было неплохо! Накидывает уже Ибрагим! Мне кажется Витя сейчас нужно просто отбросить все сомнения и идти вперед! Идти вперед и бить! Потому что очевидно вот эта вот работа в боксерской технике ему пока не приносит таких блоков! Надо переламывать! Надо переламывать Виктору если он хочет забрать победу! Хорошо с суперкотом попробовал встретить подход оппонента Виктор, но академично и собрано защищается Ибрагим! Видно издалека удары Виктора уже подустали оба бойца конечно! Заряжается! Да, уже с размахом большим! Да, заряжается! В целом то по функционалу они более-менее равны просто! Ибрагим заставляет себя чаще идти вперед! Да! Кто больше хочет тот и заберет сейчас победу! Так, пытается подойти к оппоненту Витя! Отличное попадание! И встречное попадание от Ибрагима! Ну кстати вот Ибрагим сам по сути испортил себе... Нет, все-таки отсчитывал! Все-таки отсчитывал! Да, Витя сейчас нужно переламывать! Вернее даже не столько ход поединка! В целом к этому шло просто! Так как нокдаун случился официально здесь уже в плане счета! Все однозначно! Да! Витя идет, но особо не бьет! И вновь попадает Ибрагим на встречу! Ибрагим на последних секундах! Закончился бой! Мне кажется ребята хотели бы его продолжить! Нет! Жмут друг другу руки, но... Респект конечно после боя всегда радует! Выпустили пар на лицо друг друга и теперь уже можно наконец-то поворотаться! Потому что максимальное было напряжение по ходу встречи и до встречи еще! Ну и разрядили обоймы бойцы и сейчас конечно дожидаемся официального вердикта! Мне кажется что Витя мог забрать поединок, но он сам упустил его дебют так скажем! Дебют то забрал, но как то вот он не развил этот успех! Бонус! Сто процентный бонус! Бонус! Сто процентный бонус! И вот он и встает боец из синего угла! Ибрагим Исламов! Ибрагим! Давай на центр! Слушай, ну во-первых, как вы в самом начале еще, когда вам рассказывали правила, уже столкнулись! И такая агрессия была во время боя! Немножко от тебя грязи было! Сеич! Витя, вернись! Иди сюда, что-то побазарить не хочешь или что? Прояви уважение! Куда ты убежал? Да, я слова скажу, пойду! У нас с этим парнем был! Парни, вы показали нереальный бой! Это действительно так! Может быть, стоит все-таки дослушать своего оппонента, братец! Сказать пару слов своей аудитории, своим поклонникам никогда не бывает лишним! Мне очень приятно, что очень много русских пацанов, даже силовых структур, подходит, поддерживает! Мне очень приятно, что держимся вместе, да! Все дела, а так что? А причем тут русский не нужно! Спорт для этого и существует, объединять всех нас! Я не про спорт, я лично за свои ситуации говорю! По поводу соперника, ты знаешь, что я тебя уважаю! Я ко всем своим соперникам и отношусь с уважением! Но сейчас я пошел! Всем удачи! Это его право! Микрофон твой! Всем ассаламу алейкум! Всех приветствую! Вопросы? Хороший бой был, планировал нокаут, на нокаут заряжался! Где-то эмоционально дал волю, поэтому не прислушивался особо к углу, но все-таки собрался с силами! Ведь мы пришли сюда в первую очередь за победу! Я удивляюсь с людей, которые видят меня со словами! Я ухожу сюда делать яркий бой для вас и показать вам нокаут! Что-то там удивляется! Вы настолько прилипли к своим диванам, что видя уверенного в себе человека, вы удивляетесь! Поднимите свои пятые точки с дивана и начните добиваться того, что вы желаете, хотите! Мощные слова! Аплодисменты! Реально мощные слова! Никаких оправданий! Вот мой клуб! Вот благодаря этому клубу я стою тут! Благодаря этому клубу мне второй раз поднимают руку! Мухаммад Исаков, мой тренер! Рашид, мой тренер! Комета Фит! Всем спасибо! Всем за поддержку! Огромное спасибо! Спасибо всем, кто рядом! Эту победу я посвящаю моим родителям! Самый счастливый момент для меня! Самое главное! В лучшей кулачной организации мира! Я хочу, чтобы вы мне предоставили своему бойцу шанс реваншировать свое обидное поражение! Вызвать этого клоуна сюда, в лучшую лигу! И наказать его! Ты был там, помнишь, на другом промоузе? Назови имя! Сеймур Заев! Ты помнишь, какое обидное поражение? Поэтому я ваш боец! И я вас не сомневаюсь, Анатолий, что вы мне дадите шанс реваншировать это обидное поражение! Ты так сильно везде говоришь о своем духе при каждой нашей встрече, при каждой стычке! Так, выйди сюда на голые кулаки и докажи, какой у тебя дух! Вот сейчас мы посмотрим, кто ты есть на самом деле! Спасибо организации! Мы идем вперед, мы идем только до самой вершины! Алхамдулилах! Все, у меня все есть! Я тебя поздравляю! Крутая победа! Крутой бой! Подарки от спонсоров! Едем дальше! А, конечно же, бой с названным тобой оппонентом! Мы постараемся тебе организовать! Спасибо! Спасибо тебе и твоей команде! Друзья, ну и перед главным боем вечера мы хотим вам напомнить, что Хардкор вновь возвращается на стадион! И 25 декабря на ЦСКА-арене состоится самое громкое боксерское событие уходящего года! Стадионный турнир Хардкор Боксинг! Вас ждут боксерские поединки суперзвезд! В том числе реванш Вячеслава Дацака и Саула Кавалари! Реванш Лендруша против Черняева! А также возвращение в ринг! Самата, Кыргыза Абдрахманова, Хайбулы Мусалова, Саслана Азбарова и многое другое! И все это в один вечер 25 декабря на ЦСКА-арене! На некоторые из боев уже сейчас открыты линии у нашего партнера компании Алимбет! Скачивай лучшее мобильное приложение и поддержи своего любимого бойца! Ну и конечно по промокоду Хард всем новым клиентам полагается бонус 2000 рублей! А билеты на это невероятное спортивное событие, на этот просто праздник спорта по ссылочке в описании! Ну а мы переходим к мейн-ивенту! Главный бой вечера! Тяжелый вес! Бой за временный чемпионский пояс! И в октагон приглашается один из самых ожидаемых дебютантов хардкора на голых кулаках с рекордом 7-0! Мастер спорта России по тайскому боксу! Сегодня он врывается в октагон, чтобы закатить красивую рубку в лучших традициях своего стиля! И обещает расстрелять своего соперника своими нокаутирующими ударами! Всем мир и мир! Брат и брат! С вами Гаджи Автомат! Я в кулачные бои попал нехотворять в хорошей жизни! Не было денег и за 15 тысяч рублей я с радостью тогда вышел! Когда мы начинали, над нами все смеялись, что мы там в джинсах дрались! Это сейчас туда все хотят попасть! Мы особенно больше всего в хардкоре! И сейчас, конечно, уже совершенно другие суммы и совершенно другое отношение! По тайскому боксу 14 боев, плюс еще по кикбоксингу! Поехал на чемпионат мира по тайскому боксу, выбрал чемпионат мира! Смотрите, ха-ха, такие вообще истории! Всего дали три розовых пояса! И мне дали этот розовый пояс! Я говорю, Тёма, смотри, там еще черный! Я говорю, поменяй пояс на черный! Ну что, я как с розовым поеду! Нас, что тайцы, прямо там они завалили! Его там что-то скрутили на меня! Я говорю, я вообще не знал! Я вообще не знал, что у них розовый цвет! Это престижный такой цвет! Извинились сто раз, я забрал этот пояс, поцеловал его, обнял, и нас так отпустили! Предстоящий бой у меня 8-го числа, бой за пояс, с кем я не знаю! Просто я вот на приколе таком! Он хорошо вышел, выполнил свою работу! Ваня также дерется на кулаках, он идет очень хорошо! Но! Шанс есть у всех! Участик Хардкор организовал такой бой, и мы закрутим хорошую драку для вас, дорогие друзья! Мы не думаем, что Ваня что-то может новое преподнести! Гаджи, он хорошо его просто знает, потому он из-за этого не напрягается! Я просто ловлю кайф, чтобы начать на характере работать! Я от этого кайфую! Убивать я не хочу своих соперников! Выиграть, да! Нокаутировать, да! Ну, чтобы не тяжелый нокаут был! Упал, отсчитали 10 секунд, чтобы человек пришел в чувство, чтобы никаких травм серьезных не было! И все! Я всех считаю серьезными соперниками, потому что они такие же смертные, как я, которые хотят заработать себе на хлеб и своей семье! Каждый из нас спортсмен, каждый из нас уверен в себе, каждый выходит только ради победы! Это голые кулаки, и здесь может обернуться в любую сторону! И поэтому ничьей в этом бою не может быть, у нас будет 5 раундов, и один из нас останется с поясом, а другой уйдет без ничего! Это точно мой непосредний бой! Я еще боев 20 проведу, мне кулаки нравятся, хардкор нашел подход! Я считаю, что это очень хороший бой для меня, также для аудитории, для медиа, для своего развития, для получения пояса! Поэтому вы увидите еще много моих боев и ждите 8-го числа! Ваня, ты сказал, что ты пожарник и будешь тушить огонь, но я тебе могу сказать, я никакой не огонь! И нам надо будет выходить с тобой драться, а не друг друга тушить! И в помощь тебе не огнетушитель твой, а два кулака! Субтитры создавал DimaTorzok 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 В октагон приглашается его соперник Иван Огнеборец Смирнов, 24 года, Ишим, 4-0! Мастер спорта и победитель первенства России по боксу Второй номер супертяжелой весовой категории Его главная цель забрать пояс тяжелого веса, а его сегодняшний соперник является лишь медийной лесенкой на пути к реализации намеченных планов Встречаем в октагоне хардкора! Всех приветствую, люди хардкора, с вами Иван Огнеборец Смирнов И сегодня вы в моем городе, в городе Ишиме Входя в пожар, в непригодную для дыхания среду, я не знаю, что может произойти, у меня за спиной личный состав В октагон я выхожу, я знаю своего соперника, уже его как бы прочитал и знаю, что буду с ним делать В кулачных боях нужен очень сильный характер, держать удар, голые кулаки, это не перчатки Это мой любимый зал, я тренируюсь с самого детства, я сюда первый раз пришел в 8 лет Я мастер спорта, был в сборной России около 5 лет Моя цель в бойцовской карьере – заработать свое имя Подготовка проходит отлично, сейчас все больше спаррингов, кроссов, выносливость в работе Каждый соперник для меня серьезный, потому что он выходит против меня Наш бой с Гаджи закончился ничьей, конечно, я недоволен, чувствовал, что бой я забрал И по его поведению после боя это тоже видно было Он не дышит, в кулачке нужно будет идти, бить больше, на него настигать Он не любит, когда на него просто прут, все его боятся, уходят от него Но тут нужно по-другому работать У меня есть красивая жена, красивая дочь Каждую свою победу я, конечно, посвящу своей семье После боя скажу, что вот, эта победа ваша, для вас Я не считаю, что преимущество у Гаджи в этом состоянии У меня хорошая физическая подготовка, я хорошо дышу Я его видел в бои, да, он там 7, рекорд 0 Но его бойцы в первом раунде все падали Я более опытный боец, и я к этому подойду серьезно У Гаджи в последних боях была слабая функциональная подготовка Если ситуация не изменилась, за нами будет плюс хороший У меня принципиально выиграть этот бой, как и все, на которые я выхожу Каждого боя я жду победы Цель у меня в кулачке забрать пояс тяжелого веса Давление не чувствую, потому что когда выходишь в ринг, оно все пропадает Я рад, что у нас будет реванш, хочу пройти всю дистанцию, 5 раундов Ну и чтобы показать всем людям, какой он боец Живая Ивана перед боем, провести его без травм, ну и конечно победить Гаджи, совсем скоро я потушу твою уверенность И я докажу всем, что нет непобедимых соперников Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рефери в октагоне Александр Сидорин Бой, который мы так долго ждали Появление бойца, которого мы так долго ждали Гаджи автомат Навруза против Ивана Огнеборца Смирнова Бойцы встречались по боксу, но теперь кулачка И посмотрим, чем же все закончится О, как встречает хорошо Передней рукой Гаджи Да, прочувствовал очень этот удар Ваня Первый же удар Но наступает, тем не менее Огнеборец вперед Мне кажется, все ожидали, что Гаджи пойдет вперед А тут Ваня попробовал Ваня зажимается, не бьет Да, нужно Ваня вот в этом свой шанс искать В работе корпусом и в работе по корпусу в первую очередь Да, чтобы просадить функционал оппонента Да, Ваня ждет, Ваня не идет Держать голову низко, да Прижимать подбородок, держать голову низко, вязаться в пинче Хорошо, как скручивает соперника Гаджи Ваня прячет голову, правильно на самом деле делает Правильно, правильно Да, тактически хорошо подошел Пошел, хорошо, хорошо сейчас И клинч Да Передняя рука И Гаджи тоже доносит свой джеб Но пока нет вот этих коронных размашистых ударов Гаджи Выцеливает он Возможно, понимает, что формат раунда тоже пять Формат поединка пять раундов Зажимает у канатов Гаджи сейчас Снизу поднимает Очень хорошо поднимает Попадает с правой руки сейчас Гаджи И вот очень четко Многие не обращают на это внимание Гаджи разрывает дистанцию То есть он не в клинче уже зажимает, добивает соперника Вновь попадание Ну и сейчас справа, наверное, попробует Гаджи подключить Ваня затянута Ваня, ни в коем случае нельзя вот так зажиматься Нельзя, да, стоять Сейчас хорошо с правой руки Гаджи худнокровно подходит Пробивать Гаджи Уверенно, труднокровно Из правой руки запустил Плюху Гаджи В область виска куда-то попал Да Тем временем Концовка Все такие замерли в ожидании Раскачивает Гаджи Будет ли потак на последних секундах Без ударов она закончится Да, как я и говорил на самом деле То, что Гаджи долго не дрался на кулаках И, наверное, он все-таки Да, прочувствовать Хочется еще по этому Не бьет особо, а не открывается Но, я думаю, второй раунд сейчас Гаджи как раз Будет бить свои короны Размашистые удары Ну что, как тебе твой Грядущий оппонент? Что можешь сказать? Ну, на самом деле Много ошибок видно Но не будем раскрывать Сейчас Будем проходить подготовку В Москве К бою с Гаджи Вот Да, я слышал, что ты Сейчас будешь специальный кэмп Проходить уже не в Самаре А в Москве Готовься к этому бою Да, мы с Виталием И с моим менеджером Решили Пришли к тому, что Мы решили готовиться В Москве Я буду полностью сконцентрирован На подготовке Отброшу все лишнее Так как бой для меня Очень важный Буду тренироваться Под руководством Александра Суботова И думаю, что Выйду Совсем Совсем В другой форме И покажу Гаджи, что такое бокс Я помню, он Заходил ко мне В октагон Когда я дрался С Кавалари И говорил Какой я плохой бой провел Ну, посмотрим Ну, а пока Ваня 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 Сдваивает переднюю руку Чисто Ваня Гаджи Видимо Смотри Смотри, ну, первый раунд Гаджи забрал? Наверное, все-таки Да Наверное, все-таки Да Второй, понятно Второй Получается, со счетом 10-7 Он забрал Потому что 2 нокдауна Соответственно, даже если сейчас 3 раунда возьмет Огнеборец Это будет ничья, правильно? Да Да, поэтому Ване надо стараться Попадать точно Чтобы были нокдауны Катманы в деле Да, у обоих бойцов видно рассечение Гаджи уже Молодец, быстрее парень, быстрее Ну, конечно, держак у Огнеборца мощный Такие попадания пропускает Но все равно Встает каждый раз И идет вперед И восстанавливается, самое главное Да, восстанавливается быстро Так Опять же, передняя рука Огнеборца И справа Там такая небольшая подножка была даже Я бы там не был Да, не отсчитывает рефери нокдаун На самом деле, Ване надо после передней перины Добавить просто правую Правую, правую, да Он когда примеряется То хорошо получается А он, к сожалению, выкидывает правую руку Вот в одиночную Без подготовки левой рукой Сейчас Огнеборец пытается Поджать канатом Гаджи Нельзя, вот этого делать нельзя Зачем лишние удары пропускают Непонятно Ведь все видят Плохое Вновь попадание от Гаджи О, снизу пробивает Как мощный автомат И вот это, конечно, тоже действует на нервы соперника И на функционал В том числе, когда Поддавливаешь И вниз Наклоняешь Я помню, как раз таки Сан Саныч Карельный рассказывал, что Когда у него был поединок По правилам Таким смешанным И он поддавливал за шею оппонента И он Говорит, я слышал, как он Заскрипел Потому что непривыкли дышать под давлением Здесь, возможно, тот же элемент Плюс, как раз таки Гаджи Выходит из тайского бокса Когда вот так Поддавливает на шею Правда, мы знаем, что Сан Саныч Карельный сказал Про вот Такого рода бои Мало правой руки Огнеборца Очень мало Оу, хорошо встречается Гаджи Попадание от Гаджи Но Но выдержал Выдержал Стоит Гаджи, мне кажется, уже в недоумении Последние 10 секунд третьего раунда Не кажется ли вам, что Гаджи Вот тем, что он Подседает и наклоняется Немножечко нивелирует разницу в росте и в махеру Да, даже видно то, что они становятся как будто одного роста Мне кажется, Гаджи нужно больше использовать этот элемент По крайней мере, в данном противостоянии Так, ну Рискну предположить, что сейчас Огнеборца Спасет только досрочную победу Мне кажется, по очкам уже без вариантов Да, без вариантов Ну да, либо досрочно, либо какое-то большое количество нокдаунов Ну да, очень большое Да Заметил то, что Гаджи сделал выводы, видимо, с прошлого боёв И он совсем не летит вперёд Он выжидает какие-то моменты И тем самым он всё-таки отдыхает Ну да Поэтому он ещё в целом как бы чувствует себя Ещё боеспособным, так сказать Плюс, я думаю, что он понимает Ему угол подсказал точно Ну и он сам осознаёт, что он ведёт этот поединок И лишний риск, наверное, ни к чему Да, сейчас ему просто так выбрасывать весь свой арсенал точно не имеет никакого смысла Уходим, уходим, секунданты Наоборот, академичнее, чтобы не допустить большое количество урона Ну что ж Четвёртый раунд Сейчас фактически позади два боксёрских раунда По времени имею в виду Ну и теперь же чемпионские раунды кулачного противостояния Перестрелка джебами вновь Вновь огнеборец неплохо, но опять же не добавляет правую руку Да, главное, после левого бокового он остаётся на месте Ему бы хотя бы... ой Ему бы оттягиваться Академич ждёт На правую, ждёт, на правую, да Опасный, конечно, сейчас был момент Причём обаютно опасный Один мог попасть и другой Ну, заметно снизился темп поединка Ну, оба бойца приняли довольно много урона Несмотря на то, что Гаджи ведёт, он тоже Потрепался Ой-ой-ой-ой, и стоит, хорошо Неплохая атака была Передняя рука, передняя рука Причём Гаджи даже не бьёт этой передней рукой Он так умело обманывает Финтик ей Он ей, грубо говоря, и защищается, и держит в напряжении постоянно оппонент Чувствует дистанцию тем самым, вовремя отходит Не всегда, конечно, но тем не менее И в целом, после неё именно он начинает атаки с дальней руки То есть он прикармливает передней Ване надо больше работать Ваня слишком много ждёт Сто процентов Я думаю, он понимает, что он проигрывает этот бой Мало бьёт правой рукой Нужно добавлять Нужно добавлять Нужно добавлять Как будто бы сила-то есть у него Вот так вот, по ощущениям Надо поработать Неплохо попадает Гаджи слева Но Иван идёт вперёд Неправой нужно добавлять здесь Иван Вот ещё попадает И ещё туда надо Нельзя стоять Нельзя ждать Последние 10 секунд Четвёртый раунд Это попадание от Гаджи И спасается в клинче Огнеборец Ну что ж, вырывает, наверное, Гаджи и тут концовку Ну, хочу сказать то, что Гаджи помимо тактического Тактически хорошей подготовки Ещё гораздо лучше подошёл к этому бою Именно в функциональном плане То есть он своей тактикой раз И своей подготовкой два Растянул свою опасность на дистанцию Пятираундового боя в кулачном поединке Есть даже ощущение, прям Много будем сегодня хвалить Гаджи И что технически он тоже прибавил То есть вот эти финты, удары Его защита Как будто бы прям подучился он За это время многим аспектам То есть никогда не поздно, да? Начать обучаться бокса Да Несмотря на возраст Ну вот они вдвоём, как с Хадисом Убрагимовым Начали вместе двигаться по боксёрской тропинке Стали больше внимания уделять техническим аспектам Ну и сейчас нас ожидает пятый раунд Противостояние за временный титул в тяжёлом весе Хардкора на голых кулаках Повторим, наверное, нашу мысль, что Огнеборца сейчас может спасти только досрочное завершение этого поединка Ну а для Гаджи всё пока что складывается супер И пошел он вперёд Кажется есть у него ещё силы для того, чтобы Донести несколько очень мощных попаданий до соперника Вытягивает сейчас на себя Гаджи как будто бы По корпусу Оу, голову переводят. Гаджи нельзя так лететь, если он не хочет пропустить неприятную данную встречу. Огнебурец, несмотря на то, что проигрывает поединок, почему-то опять же не идет вперед, не старается закончить этот поединок. Честно говоря, я нахожусь в неком недоумении, по какой причине. Да, причем видно, что вроде бы силы есть. Вот так вот сейчас, ну не как хорошо уходит Гаджи на корпусе, на ногах, сместился и просто перехватил инициативу, проведя шикарную контратаку. Фактически во время этой атаки Ивана Гаджи ничего не пропустил, он всего ушел и потом вернул просто с полной отдачей. Нужно бить правой рукой Ваня и бить мощно. Да, и Ваня не срезает углы, я заметил тоже, хотя классический боксер еще странно. Правый через руку навстречу, в объем Гаджи. Очень тяжело сейчас одному и второму, но хорошо ведет бой Гаджи. Да. Рассечение еще одного у Ивана. И сумасшедшая поддержка Гаджи автомата. Последние секунды этого крутейшего мейн-эвента. 10 секунд, если быть совсем точным. Пошел вперед, это не более. Иван, но уходит от этих атак Гаджи, проваливает, разворачивает канатом и сам атакует, и все. Супер мейн-эвент. Вообще супер-эвент в целом получился. Крутейший турнир, крутейший прямой эфир. Ну и три боя были максимально напряженными. До этого разогрели нас до какого-то невероятного состояния. И сейчас Гаджи и Ваня показали просто бомбический мейн-эвент. Так что Эдуард Германский сейчас хочет мне, видимо, всечь, да? Настолько зарядился от бойцов, что сам готов выскочить. Но я знаю расценки Эдуарда, он за очень дорого готов вернуться в большой спорт. Ладно, в чем мы все о германском да о германском. У нас тут Гаджи автомат Наврузов и Иван Огнеборец-Смирнов подарили классное завершение сегодняшнего вечера боев. И действительно, накал был максимальный на протяжении всех пяти раундов. Да, очень хочется похвалить Гаджи в очередной раз. Действительно, ну, поработал над собой. Тимур, что думаешь? Ну, по победителю все ясно, я думаю. Да, понятно, что Гаджи выиграл, да, молодец. Сделал работу над ошибками. На самом деле прибавил очень даже неплохо. Но не понимаю, почему Ваня не сделал никакой работы. На самом деле, я бы сказал, Ваня вообще не работал. То есть первый раунд, да, там, туда-сюда. А потом там уже было видно, можно было разбирать. А он просто стоял и ждал, хотя бы явно поиграл. Единогласным решением судей победу в этом поединке одерживает и становится временным чемпионом в супертяжелой весовой категории. Боец из синего угла Гаджи Автомат Навруза. Гаджи, во-первых, я тебя поздравляю. Во-вторых, я думаю, ты сейчас всем доказал, что ты можешь и готов пройти чемпионскую дистанцию. Как бы ты не чувствовал сейчас себя, то, что ты сидишь, там будут писать, что ты устал. Ты все пять раундов отбился, четко отбился. Ты красавчик. Я тебя поздравляю. Также, если позволишь, у меня есть ламповый чатик. Мы там сидим с пацанами. И некий Алексей вот прям взял с меня слово, что я тоже тебя поздравлю от его лица, дружище. За тебя болеют везде и много людей. Поэтому давай, скажи нам пару слов. Дай обратную связь аудитории. Все-таки это твой дебют на хардкоре и сразу временное чемпионство на тебе. Пару слов и что за листья. Прямой эфир, да, дамы и господа. Хочется выразить благодарность Анатолию Харкору. Я тоже даю такую возможность. Спасибо Ване. Ваня, я там видео снимал, я не знаю, с кем боксирую. Это, брат, это шутка. Я тебя как спортсмена уважаю. Ты мне тогда бой дал. Я знал, ты мне сейчас бой дашь. Я обрежу, это юмор. Вот, я ничего такого. Вот, единственный момент. Я сразу хочу измениться перед двумя людьми. Но, перед тем, как я извиняюсь, самое главное, это спасибо моей команде United Russian Fighters. Нашему председателю Рокки, Биг Хану. Большое им спасибо. Вот, Марку, всем братьям, младшим, старшим, Дауду, Тканскому капитану. Игорю, какого тренера, в любой момент я ему звоню. Игорь, подержи лапы, ночь, день, утро. Он всегда идет навстречу. В Агап, Вагапову. Руслану, в Гарриору. Нашей улице. Большое им спасибо. Отдельно еще спасибо моему другу, брату Ибрагиму Хадису. У меня был тяжелый период в жизни. Он меня проводил, направил. Вот. И сразу же хочу извиниться перед Русланом Алексеевичем, превышенным тренером моим. Этот бой мне пять раундов. Ребят, я чуть-чуть офигел. Имеется в виду, я всегда поверил. Я приходил на треновку, делал один раунд бой с Теню. Два раунда с Русланом. Руслан сказал, что это последний бой, когда он меня готовит. Вот. Я хочу перед Русланом извиниться, сказать, у меня с Тимуром бой. Я стоял три раунда на лапах, когда готовился к Ване. Я сейчас вот перед всем зрителям Руслана, я хочу сказать, что это последний бой. Со мной ругались. Хадис, брат мой, приехал, на меня орал. Вот. Но я хотел вот выйти и показать, что я на характере могу тоже драться. Болельщики скажут, почему гаджеты так делаешь. Пацаны, мне 33 года. Я вот какой есть. Вот какой есть, так я и дерусь. Да, вот я. Я открыто вам говорю. С меня пример не берите на тренировки, так не ходите. Вот. Алексеевич, я еще раз извиняюсь. Я даю вам слово, что против Тимура Слащина на тренировке в этом стадионе 25 декабря я буду заниматься 4 раунда, а не 3. Вот. И хочу извиниться перед Анатолием, все, Сулиановым. Хочу перед ним извиниться. Анатолий, прямой эфир, да, я скажу, не обижается только. Хорошо, взрослый человек, бизнесмен. Мои друзья с Алимбета сказали, что вы зарядили большую сумму на Ваню. Я извиняюсь, что вы проиграли. Владельцы Алимбета по номеру карты, по номеру моего телефона, Анатолий, да, пожалуйста, закиньте на ход ноги копейку. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Гаджи, ну судя по поясу на твоей талии, с Тимуром Слащининым тебе теперь предстоит не один бой, а два. Один по боксу и один по кулачке за объединение поясов, временный и постоянный. Лично я считаю, если вы со мной согласны, дайте огней в комментах, поддержке этим словам. Бой Гаджи, Автомата и Тимура Слащинина, это самый ожидаемый кулачный бой, ну, наверное, в новейшей истории единоборств. И этот бой должен возглавить мейн-эвент одной из арен. Я тебе знаю, что сделаю, я тебе, бля, бля, чудил. Гаджи, соберись, но мы ж не на это договаривались. Мы ж договаривались, кипиш, все дела. Да ну хару, ну все запорвом. Я вот этот ринг топтал, если я с кем-то договариваюсь. Понятно, ни вы, ни ваши люди мне не указ, и никто я с кем-то не договариваюсь. Вот, а подходит на улицу, говорит, у вас тут что, говорит, по репетительству, что ли, или как там, по сценарию, что ли. Я вот людям объясняю, ни я, ни он, ни он, там, ни любой другой боец, кроме некоторой чепухи. Например. Я не буду это говорить, кроме некоторой чепухи. Нам, знаете, нам по барабану, да, он главный, там у него бабки, да, он там дает, но мы, знаете, не те люди, которым будет говорить, вот Гаржи сейчас Тимур выйдет, Газанин, они очень плохое, скажи, я про него плохое ничего не могу сказать, человек чемпион хардкора. А тебя кто-то об этом просил сказать что-то плохое про Тимура? Никто не просил. А куда тебя понесло сейчас? Я говорю, нет, еще могу, чтобы ваши мысли, чтобы люди логически построили цепочку. Гаржи, я думаю, все поняли, что это была шутка, это был юмор. Нет, нет, если бы я на него газовал бы, это просмотрит, это туда-сюда, так-так-так-то. Но я бой получил, я не могу про человека, ни про него, ни про него, хоть он мне лицо разбил, я, ну, не могу сказать, как про спортсмена и так далее. Он у нас ничья, он мне здесь, он стучал два раза, я не видел уже, куда, где он стоял, а глаз загнул от удара. Вот, и я не могу, знаете, как про спортсмена, плохое сказать ни про него, ни про него, хоть у нас есть какие-то там конфликты, которые здесь творятся, но мы выйдем, мы, знаете, они такие же люди, как я, они также выходят, зарабатывают хлеб для своей семьи, для себя. И поэтому только уважение тебе, только, Ваня, тебе, ну, я тебя ненавижу, серьезно, лицо болит. Вот. Да, 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 я знаю, что я тебе скажу, этот, релизка вон, что по боксу нафигачил, и последний раунд, что. Сейчас, в втором раунде. Поэтому не могу я ничего плохого сказать. Молодец, пацан. Я готовился, пресс качал. Ну, уважение. Листья ел. Молодец, набрал, видно, что тренировался в этот раз. Блядь, не смотрите дальше. То есть, из-за урона много не могу. Что, бой по боксу сначала? А потом объединение кулачных поясов. Давайте на стартаун, парни. Есть ли у него шансы? Велики ли они? Бой покажут? Можем поворотиться. Горжи, автомат, наврузов, Тимур, Витязь, Слащинин. Два нереальных чемпионских противостояния нас ждут впереди. Бокс 25 декабря и объединение поясов в феврале или в марте. Это был реально сильный бой. Это был реально крутой мейн-эвент. Но я уверен, боя Тимура Слащинина и Гаджи Автомата ждут миллионы. Вань, давай на центр октагона хардкора. Уж твои слова, я думаю, наша аудитория хочет услышать не меньше, чем слова Гаджи. Как бой? Что пошло не так? Если что-то и пошло не так, на твой взгляд. Всех приветствую, люди хардкора. Извините за такой бой. Ну, чуть-чуть в подготовке после прошлого боя. Чуть-чуть заболел, но это не оправдание уже. Как бы тренировался. Гаджи очень серьезный соперник. Делал все возможное, но можно еще больше. И буду стараться следующие бои показывать еще больше. И наперстом идти вперед-вперед, тушить, пытаться. И надеюсь, еще когда-нибудь реванш будет с Гаджи на гол-хоке. Очень многие в зале говорили, что если бы ты действовал активнее во втором отрезке третьего раунда, в четвертом, в пятом, шел вперед, то бой мог бы сложиться по-другому. Согласен с этим? Да, я согласен. Ну, что-то пошло не так. Вань, я думаю, пересмотришь бой, все еще раз обсудим на конференции. В любом случае, я считаю, ты дал самую серьезную оппозицию во всей карьере Гаджи Автомата. Уж в кулачных боях точно. Я думаю, вряд ли кто-то это будет отрицать. Ты наш боец, боец нашего ростра. Ты идешь с прекрасным рекордом. Я думаю, здесь, в октагоне хардкора, у тебя еще все впереди. Договорились? Да. Может быть, кому-то передать привет. Я знаю, ты всегда благодаришь своих коллег, которые каждый день спасают жизни людей. И вместе с ними ты делаешь огромное дело. Хочу передать всем огнеборцам страны, я с вами. Сейчас я нахожусь типа как бы на больничном. Придется еще посидеть на нем. Ну, наберусь сил, будем тушить пожары дальше. Хочу передать привет своей семье, которая переживает сейчас, дома ждет. Возможно, смотрит этот бой. Мои любимые, я вас люблю. Всем огнеборцам привет. Пацанам из зала, молодым, всем привет. Привет. Тренируйтесь, у вас все будет. А мы еще покажем. Вань, мы желаем тебе в твоей профессии, с твоими коллегами удачно и быстро тушить пожары. А здесь у нас в октагоне продолжать так ярко их зажигать. Спасибо тебе огромное. Ростер супертяжи у нас пополняется и растет. Всегда будет с кем подраться и закатить. А сейчас с окончанием гран-при супертяжей уж точно. Ну что, подарки от наших спонсоров. И мы будем закрывать этот нереальный карт и нереальный выпуск. Да, и перед тем, как закрыть, покажи людям, посмотрите, друзья, ляньте. Это все мерч хардкора, ребята. Все, на сайте. Ссылочки в описании на сайте. Майки, худаки, рубашки. Все есть. Поддерживайте хардкор. Это, наверное, один из тех каналов коммуникации, который позволяет нам быть с вами ближе. В следующем карте вас тоже ждут яркие бои. Снова будет разыгран, если не ошибаюсь, временный чемпионский пояс. Вообще все ближайшие карты будут разыграны чемпионские пояса, друзья. А с Барова бой я жду, конечно. Поэтому колокольчик обязательно. Его возвращение после 9-ти месячного отсутствия, я думаю, ждут все фанаты кулачных боев. Друзья, ставим колокольчик, чтобы не пропускать наши выпуски. Подписываемся на наш канал. Актив, лайки. Делимся в соцсетях этом видео с вашими друзьями. И помогаем вместе с нами развиваться хардкору. Обняли вас до хруста и едем дальше. Любим, ценим, крепко обнимаем до хруста и увидимся уже в следующем выпуске. Всем спасибо, ребят, кто шумел, аплодировал и помогал. Отдельная благодарность Лехе Сафонову. Продолжение следует...